Не террорист, а психически больной одиночка. Наезд на людей в немецком Мюнстере, в результате которого погибли два человека, и десятки получили тяжелые ранения, совершил местный житель. Известен ли мотив, выясняла Татьяна Лагунова. Первый по-настоящему теплый весенний день на террасах кафе и ресторана в историческом центре Мюнстера нет свободных мест. И вдруг неожиданно в одну из них на большой скорости въезжает микроавтобус. Вот одно из первых фото с места трагедии. Перепуганные посетители, разбросанные столы и стулья и сама машина. Водитель спустя несколько секунд после наезда покончил с собой. Водитель покончил с собой, он застрелился, пока мы не установили его личность. Похоже на теракт, сразу же сообщили немецкие СМИ, но позже выяснилось, наезд совершил житель Мюнстера немец Jens R, дизайнер по профессии. Он страдал серьезным психическим расстройством. Микроавтобус принадлежал ему, а сам он жил в нескольких километрах от места трагедии. При обыске в его квартире нашли пиротехнику и муляж автомата Калашникова. Мы сейчас на начальном этапе расследования, но я могу сказать, что за этой атакой нет политического мотива. Мотив нужно искать в личности преступника. К месту трагедии жители Мюнстера несут цветы и свечи. Город не может оправиться от шока. Я в шоке, как и вся моя семья. Наша дочь тоже в это время находилась в центре города, недалеко от места, где все произошло. Слава Богу, что с ней ничего не случилось. Люди приходят и в больницы Мюнстера сдать кровь для пострадавших. Ранения и травмы получили более 20 человек. Шестеро из них в критическом состоянии. Какой мотив этот вопрос до сих пор остается без ответа? Соседи мужчины рассказывают, что он жил как отшельник, и они видели его от силы пару раз в год. Знакомые, что он был склонен к суициду и рассылал им прощальные письма. Но почему Йенц решил покончить с собой, забрав при этом жизни других, до сих пор неизвестно. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер.